Всем привет, с вами дядя Володя Стражный и проект Гвездный Гарри ИШ-56 Ну и мы по-прежнему будем пытаться сделать все-таки приближенную копию ИШ-56 Из нашей сборной Солянки В общем, на повестке дня одна фигня Установка поршневой а-ля два выхлопа Вместо системы 5 в 1 Ну это шутка, конечно Вместо пятерочной поршневой ставим троечную Находим какой-то поршень, находим какие-то кольца Все это ставим Особо не заморачиваемся Ну или, по крайней мере, будем стараться особо не заморачиваться Ну, для этого нам нужно Не заморочиться заменой гремящего коленвала Оставить все как есть Потому что все-таки это грязный Гарри В общем, нам нужно будет снять этот поршень Поставить другой поршень Поставить вот этот цилиндр В этот цилиндр найти Недостающие две шпильки Вот такого образа и подобия Поставить голову Предварительно здесь все вычистить В общем, много работ, много забот Потом нужно будет Здесь спилить вот это все обломанное Сделать красиво Почистить тоже самое все это В общем И установить глушители Ну и как бы вот Попытаться, может быть, завтра запустить его Вот такие вот у нас планы Ну, буду делать и по мере возможности Показывать вам, что получается Что-то как и почему Вот такие вот дела Ну что, сняли поршень Ставим другой Скорее всего, этот Ну, сейчас Сейчас я почищу цилиндр Вот эту поверхность Прилегающую По этой Самой Наждаточкой Шпильки по еще какие-нибудь Там, может быть, где-нибудь Если что Ну, как бы вдруг Ну, у меня же есть Скорее всего Ну, точно не знаю Слегонца помыл места Сочленений Свечи и головки Головки и цилиндра Очистил лжавчину Нагар Всякую херь Ну, сейчас немножко будем ее преображать Спилю вот эти вот обломыши Зашлифую их Ну, сделаю, чтобы было По фэншуи, чтобы было красиво Ай-яй-яй Ну, вот так вот Красоту навел Срезал эти обломанные ребры Это ребро отломанное Отломил Да, отломил Зачистил Все вот так вот Подвыровнял По фэншую С этой стороны Забоины все сточил Ну, все Ищем шпильки Ставим голову Ну, или Потом будем ставить Главное шпильки найти Ай-яй-яй Красота спасет мир Сами знаете Ух Вожа Вожа Как говорят Ну, продолжаем наш Морализонский балет Головка готова Я принес Старый цилиндр Пятой модели Он очень Задрат У него тут Вот такая сильная Бля, как бы показать вам Сильная выработка От пальца Смотрите Палец Вылез И все тут Разодрал Вот такой цилиндр Но он уже Негодный Скорее всего С него я возьму Две шпильки Две шпильки И в связи с тем Что у нас тут Неоригинальные Стоят болтики Я все это Раскручу Возьму Поставлю Болтики Оригинальные Может быть Крышечку Получше Выберу Ну и прокладку Вырежу Новую Чтобы было Все по фэншую Потому что Вот здесь Вот где-то Тут Вот Где-то Тут Вот Тут Вот Где-то Прокладки Не хватает Видите Может Сифонить Отсюда Ну и короче Крышка Откулана Вот видите Немножко Здесь вот так А здесь вот так Ну а эти крышки У нас Хорошие Нормальные В общем Позаимствую Кое-что С этого С этого Хороший 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 Ай-яй-яй Будет вот так Выглядеть Просто Красотулька Будет Все по фэншую Будет у нас Ребята По фэншую Ну в стиле Грязного Гарри Конечно же Потому что Здесь Били колотили Может У жопу Превратили Здесь я тоже Заменю прокладку Новую Вырублю Из паранитика На герметик Посажу Потому что Я не знаю Что там Как Что там Как и почему Здесь вот Расточено Раздрочено Я не знаю Наверное Под другой Карбюратор Отшлифуем Поверхность Если уши Загнуты Чтобы у нас Все получалось Нормально Вот так вот Ну вот Позаимствовал Две шпильки Вкрутил Вот И И вот Вот они Две У этой Плохая резьба Что-то Она там Не лезет В общем Я ее так Подтянул Слегка На красный Фиксатор Резьбы Засадил Ну Будет Так вот Как бы Муляж Что как будто Гайки все На месте Будет держать На трех Шпильках Основных Будем тянуть А эти Как дополнительные Три Чтоб не Перекосоротило Значит Сейчас будем Заниматься Крышками Сейчас Откручу Эту крышечку И буду Заимствовать Крышку С этого Цилиндра Ну вот Снял Короче Вот этот Разного Размера Они У пятерочной Еще есть Отверстия Под Направляйки Вот такие Вот Направляющие Стоят Здесь Их нету На троечном На троечном Вот этот Зуб Клык Шире Чем Пятерочный Видим Да Значит Если Пятерочный Ставим Сюда На тройку Чего то Он не садится Болтается Ну А этот Сидит Тут Хорошо Никаких Болтанок Нету Поэтому Оставим Его Единственное Что мы Сделаем Это Мы Сделаем Новую Прокладку Вырежем Сюда Вот эту Ну и На герметик Все хорошо Посадим Притянем Так что Пятерочный Остается На пятерочном Цилиндре Вот так вот Такая разница Ай-яй-яй Открыл Открыл Второе окно Прокладка Хорошая Тут Все Хорошо Сейчас Герметиком Помажу Прокладку Не буду Трогать Менять И Затяну Болтиками Заменю Тут пару Болтов Был Вот такой Один Неправильный И вот Такой Неправильный Заменю Нормальный Все на место Поставим Ну а на ту сторону Будем вырезать Из паранита Прокладку И тоже Все закрывать Потом Займемся Вот Этой системой Системой Впуска Впускным Патрубком Снимем Посмотрим Прокладку ТРФР И 8 ДР Ну вот Выбиваю Отверстие Главное Целкостью Иметь Целкость Иметь Ну в глазах Своих То есть Под низ Подставить Гаечку В то место Где она Размечена У нас Отверстие А сверху Точно Поставить Ну винтик Волтик И молоточком Постучать И получается Отверстие Такое Вот такое Отверстие Уже Три отверстия У нас Получилось Еще три Осталось Сделать Раз Два Три Потом Вырезаем Серединку И все Ставим Эти Вот Загогулины Я Вырезать Не буду Потому что Мне лень А может И вырежу Не знаю Ну вот Нехитрый инструмент Обрезки И у нас Уже готова Вот такая Вот Прокладка Я ее Обезжирил С двух сторон Обезжиривателем Руки Также Им Помыл Здесь Обезжирил Сейчас Мажем Герметиком Все Ставим Притягиваем Ну Кстати Кто знает Что такое Азия Рокстра Пишите В комментариях Проверим Ваши знания В Автомобильной Тематике И Аналог Чего Азия Рокстра Вот так Помазали Здесь Помазали Здесь Берем Прокладку Одеваем И вот так Ну и все Прикручиваем Затягиваем Яй-яй-яй Ну Лишние Кончики Я обрезал После затяжки Резачком Все Ничего Не торчит Все По феншую Теперь мы уверены Что здесь Подсоса Воздуха Не будет Все Затянуто Притянуто Ну и все Красиво Болты Родные Одинаковые Все В общем Чики-пуки Ай-яй-яй Ну Грязный Гарри Он должен же Быть Красивым В своем Тиле Сейчас Начинаем Заниматься Пускным Коллектором Ну Смотрим Открутил Два Болта Включено 12 Написано На них Ишь 88 Что мы видим Видим Порванную Прокладку У которой Вот есть Вот такой Ход Под воздух Естественно Отсюда Отсюда Эта прокладка Подсасывала Воздух Смотрите Ребят Видите Она Прижата Вот так Была Уже Свою форму Видите Не сдвигается А отверстие У нее Для воздуха Колоссальнейшее Вот она Вот так Будете думать Писать Дядя Володя У меня почему-то Обороты там Терры-пыры У меня все хорошо Откуда вы знаете Что у вас там все хорошо А тем более Откуда я могу Знать Что у вас там Все нехорошо И в каком месте Тут за себя Не знаешь Пока не разберешь Вот такая вот ситуация Да Понятно Можно конечно Помазать герметиком Затянуть И в итоге В процессе эксплуатации У нас герметик Выплюнет Пульсация И снова Начнет загазовывать А Мы лучше Возьмем И вырежем Новую прокладку Правильную Вот из паранита И на герметик Здесь проверим Ровность Прилегание Посмотрим Зазоры Увидим Что здесь Все куда зря Видите Плавает Как болтается Притрем Вот эти вот Края Но оно Видно Что выгнуто Прямо Ай-яй-яй Ну и все Будет у нас Хорошо 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 В деревне Летом Смотрите Ребят Какое криво Какое криво Здесь совсем В общем Сейчас все делаем По феншую Собираем Потом займусь Поршеньком Остановки Сюда его Ну и будем все это Собирать потихонечку Хочу показать Не Как я Тут подточил Как стало красиво Как стало прилегать Как исчез зазор И болтание Хочу показать Развесовку Цилиндра Смотрите Классный вообще цилиндр будет С задирчиками С такими Ну вообще Класс Мне нравится Он видать Долго стоял Долго Вот у него там Следы Следы от колец Есть Ну вообще Вещь Стоял долго Там Жалчинки Немножко есть Ну как Мне нравится Вообще Класс Классный аппарат Ну что Вырезаем Прокладочку И Прикручиваем Развесовка Однако Вот а что вы хотели Режем Правда Говяжка Какой там Месте Но все С герметиком Пойдет Айяйяй Так Вроде с этим Совсем Разобрались Здесь Резьба Сорвана И вот Без шайбы На последних Двух витках Болт Не прокручивается Если шайбу Ставишь Уже Болт Прокручивается Ну вроде Подтянул Герметик Выступил По крайней мере Раз выступил Значит Загерметизировалась Наша Это Стыковочная Площадка Ну все Сейчас я здесь Уже почистил Сейчас перехожу сюда Сниму Аккуратно Нашу прокладку Почищу От Герметика Потом ее Снова сюда Поставлю И буду заниматься Установкой Поршня Да Однако А время летит Ну а С грязной Гарри Уже и Кровопийца Заставил Меня пострадать Поршень В крови Протнул Отверткой Палец Я себе Чистил Канавку Подстопорное Кольцо Вот здесь Ну соскочило Я знал Что соскочит Палец Я Сам Виноват Поэтому Нужно Думать Что делаете А потом Уже делать Ну что Поршень Я установил Тут Какие-то Подстопора Очень Канавки Слабенькие Ну в общем Будем надеяться Что стопора Не выскочат Погрел Поршень Газом И Молоточком Забил Забил Палец Не запрессовывал Его с помощью Шпильки Так залез Плотненько Все нормально В общем Распределил Кольца По замкам Поставил Кольца будем Ставить старые Ржавые И Ну я считаю У меня такое мнение Личное мое Для меня Для меня Любимого Мое мнение То что Чем меньше Компрессия Тем лучше Крутится двигатель Поэтому Будет у нас Так А не иначе Сейчас Накину Прокладку Обезжирю Ее Помажу Прокладку С двух сторон Герметиком Накину И будем Устанавливать Сулиндр Надеюсь Что у нас Все получится Ну что Вот так Будет у нас Заниженная Степень сжатия Потому что Это ВМТ Такое Но еще Не притянуто У нас Сейчас мы Притянем Посадим Будет Все Хорошо Все Будет Хорошо Прикручиваем Берем Гравера Гаечки Крутим Тянем Ну вот Сулиндр Подтянул Все у нас Тут Крутится Вертится Вон у нас Ржавчина Пошла 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 Куда пошла А куда пошла Ржавчина Ну она Начала У нас Соскакивать С колец Вот так вот В общем Что я вам Хочу Или могу Сказать В общем У нас Блять Ага Столамбочка Сейчас Подвожу Верхнюю Мертвую Точку Смотрите На один из ключ Верхняя Мертвая Точка Вот такой Недоход Вот такой Вот Это у нас Будет Уменьшенная Степень Сжатия Для Бензина С маленьким Октановым Числом То есть Мы на плохом Бензине Можем Свободно Передвигаться Без каких Либо Последствий Прогорания Этого Поршня Там Или того Сего А в связи С тем Что это Духтактный Двигатель И бензин Мы портим Маслом Хоть и 92 Получается Что у нас Все По фэншую Причем Сейчас Я буду Устанавливать Головку Буду Устанавливать Бюрократер Какой-либо Ну даже Может быть И этот Ну хотя Я тут Уже Порвал Прокладку Нужно Будет Новую Вырубать Ну и Будет У нас Может быть Что-то Будет Если Будет А может И не Будет Ничего Смотрите Дальше Что Будет Ну и Кстати Сейчас Пока я Не закрыл Это Все Не Не Поставил Головку У меня Обращение К тем К Звонарям Пальцев В общем И люди Которые Пишут В комментариях Что у вас Звенит Палец Я их Называю Звонари Пальцев В общем Как Правило Пальцы Не Звенят Звенит Либо Поршень В гильзе Либо Кольца Там Цепляются Бывает За окна Ну В общем Вы видели Что я Поставил Другой Цилиндр Другой Поршень Изношенные Изношенные Кольца Но В предыдущей Серии Вчера Я показывал Что поршень Меньше Болтается В цилиндре То есть У него Болтанки Нету Верхняя Головка Шатуна Та же Самая Палец Тоже Самый Причем Палец Поршень В этот Старый Влез Проще С меньшим Натягом Чем Он стоял Прежде В пятерочной Вот этой Поршневой И Я вам Еще не заводя Еще не собирая Говорю Что этот Комплект Звенеть Будет меньше Намного Меньше Ну Когда Я буду Запускать Двигатель Я вам это Напомню Ай-яй-яй Головку Натянул С божьей Помощью Остается Взять Шесть Гаек Подключено 14 Которых У меня Нету А у меня Есть Подключено 17 Новые Но Новые Я использовать Не буду Потому что Это Грязные Гари Я использую Старые Старые Ржавые Гайки И Ничего В этом Страшного Для меня Нету Что скажу Лично 17 Головка До безумства Не тянул Вот Такие Гаечки Крутил Свечку Сейчас Будем Пробовать Компрессию Даже Если Будет Свистеть Под голову Для меня Это Ничего Страшного Знаете Прям Хорошая Компрессия Хорошая Мне нравится Ай-яй-яй Собираем Дальше В общем Решил Пока не париться С карбюратором С другим Поставлю Этот же Потому что На этом У нас Работала На прежней Поршневой И мы Должны Услышать Звук И на этой Поршневой С этим Карбюратором Ну а Чтобы еще Меньше Париться Я вот Нашел Такую Прокладку Демонического Размера Сейчас Я Помажу Герметиком И ее Применю Для Состыковки Карбюратора И Впускного Коллектора Просто Демоническая Ну что Засадил Ой Посадил Посадил На герметик Вот так Прокладка Демоническая Ну вроде Вот держится Не должно Оторваться Но Хотя Херва Знает Чего Она тут Как будет В общем Что мне нужно Сейчас Эту поставить Бобину Снова Теперь Места Наверное Для бобины Побольше Будет А может Наоборот Поменьше Херва Знает Я не знаю Вообще Не знаю Продолжаю Собирать Гарри Спортивный Становится Короче Вот Глушители У меня С моей Белочки Сейчас Буду Колени И гайки Отсюда Брать Ну а Что Сделать Придется Дербанить Ничего Не поделаешь Сейчас Будем Ставить Айяй Курва Плюс 18 А 18 Плюс Ну что Все Соединил Все Подсоединил Дыма Нету Еще Не фыркал Только Подкачал Со всех Щелей Потекло Ну что Будем Пробовать Запустить Такого Красавца У нас Ух Он прям Красавец Стал Айяй Сейчас Я вас Штатив Поставлю И будем Запускать Ну что Вы В штативе Запустил Вы На меня Смотрите И я Весь Как Тимбухту И на коленках Стоял Тут У меня Все Грязное И Самое По сараю Я лазил Там Искал Эти Глушители В общем В общем Вот так Как-то Не так Очень Тимбухт Но звону во много раз меньше. С первого раза запустился вообще. Просто с первого. Это достижение. Ну вот здесь идет у меня. С первого раза запустился. С первого раза запустился. А вы что думали? Ой-ой-ой. Да ну нафиг. Собираюсь уйти домой. Прям вот мне нравится. Стало так работать хорошо. Берешься здесь где-нибудь. Ножку сюда. У. Ай-яй. Сука-курва. Пердоль. Та-а-яй. 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 Та-а. Та-а. Та-а-яй. Та-а.